Как модераторка сегодняшнего круглого стола, возьму на себя ответственность поговорить в масштабе общим. В частности, необходимости и значения, которые очевидно показал сегодняшний наш круглый стол, делать что-то вместе. И призыв последней выступающей к шашлычкам в Измайловском парке, который бы актуализировал проблематику присвоения городского пространства, отсутствие страха перед ним. С одной стороны, которая понимается и ощущается только когда мы вместе, а не когда по одной публику вынуждены прибегать к чужой помощи. Соответственно, я бы хотела акцентировать на этом внимание и внимание на том, что проект, начатый сегодняшним круглым столом, как мы надеемся, этим летом получит жизнь, в которой, как надеемся, не будет разного рода конфликтов и дрязг. Ведь у нас у всех есть, в конце концов, одна задача — безопасно перемещаться по улице Крупской, а не только Ленинскому проспекту. Это первое, что хотелось бы сказать. А вторая, опять же, история о сообществе. Собственно, я работала уже в университете, в высшей школе экономики, где мы со студентками начали делать семинар по гендерным исследованиям и феминистской теории, которую назвали ГИФТ. В общем, полузакрытый, да, но, тем не менее, этот семинар для нас был важной историей с обнаружением себя в пространстве факультета. Потому что, как выясняется, любой феминистский, самый незначительный и даже совершенно шутливый комментарий задевает несчастных антифеминистов по самые яйца, от которых они начинают лютовать. Вот, да, соответственно, мне кажется, что проявлять себя, открыто говорить о том, что ты феминистка, понимать, что это сложное поле теории, истории, философии, и говорить об этом в том числе в стенах университета, а не только в городе, очень важно, интересно и значимо. И к тому же предлагаю всем к нам присоединяться, желающим читать нудные тексты и обсуждать их довольно весело.